Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В зале десустрыкают гостей и подписываются важные документы. Гэтым разом панует весновый настрой. И каждая из этих пригожих женщин достойная быть тут. Они поспевают поддерживать полумя в семейном шагу и в социально-экономическом жизни заставаться на ровных позициях с мужчинами. Большое спасибо властям, районным, областным, которые поддерживают нас и устраивают такие праздники. Это очень важно и очень-очень приятно. Здоровья и еще раз здоровья на 100 веснов наперед. Бадежности, оптимизму, приемного настрою, мирного неба. Ну и всего только самого наилепшего. Найважнейшая для женщины подарунок – это, конечно, увага. Урачистый прием на высоком озрауне еще одна нагода выказать женщинам щирые слова подяки за их наивеликшую працу мати, выховывание детей будущего нашей страны. Всю лето 22 же Харки Могилюшчины указом кероника державы за народжение и выхование пяти более детей у генерованы ордена мати. Пять раз их отримали у знагороды с рук кероника в области. Большая семья – это очень хорошо, это ответственно. Но это и круто. Быть многодетной мамой – это очень здорово. С думкой, что белорусская женщина может все, а ли не без поддержки державы, згодная активистка Вероника Подоляк. И она была одной из запрошенных женщин на встречу с президентом Беларуси. Слова благодарности нашему главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он ценит, уважает и поддерживает женщину. Женщину как мать. В своей речи он подчеркнул, что белорусская женщина – самая красивая, самая умная и может все. Беларусь неизменно кручить по шляху социальной державы. Рознобакова – подтримовывающие семьи. Страна может тогда развиваться, когда есть население, когда есть дети, когда есть будущее. А будущее всегда в наших детях. Всем им самое наилучшее – добра, любви, улыбок и мирного неба. Кристина Кранкевич, Леонид Сикорин. Новины региона. Женщина может все – працовать, сочить за домом, выховывать детей, займаться громадской деятельностью и при этом заставаться далекатным створением. Как отзнашу старшиня могилевского горвыканкам Александр Студнев, подчас урочистого приема могилевчанок на переддень свята Восьмого Саковика. Женщина может быть и мостная, но только тогда, когда ее любят. И память о это нужно не только Восьмого Саковика. В леку запрошенных на урочистый прием 25 женщин разных взрослых и профессий, которые достигнули успеха в праце и грамадском жизни и, видимо, шмадзетные мамы. Эти удельницы мурачистого приема мэр Могилева уручил орден мати. Поздравляю женщин с Восьмого Марта. Хочу пожелать, конечно, в первую очередь красоты, любви, сияния и исполнения всех самых заветных желаний. Хочется всем женщинам в этот день пожелать счастья, здоровья самое главное. Для любой матери главное, чтобы были счастливы ее дети. Поэтому пусть у них все складывается в жизни хорошо. Конечно, мы благодарны своим матерям, своим женам, своим дочерям. Именно они тот оплот, который дает нам возможность творить, работать и делать это все на благо нашего замечательного, прекрасного города и нашей страны. Президент Александр Лукашенко на пяродыне Восьмого Саковика уручил державные узнагороды 15 женщинам из разных регионов Беларуси. Нагадаем, церемония узнагороджения отбылась в часу встречи керунника державы за активом Беларусского союза женщин. Сироту узнагородженных – профессор кафедры Беларусской державной сельхозакадемии Лариса Пакуш и наместник директора Могилевского державного индустриального колледжа Наталья Волкова. Наталья Ивановна поделилась с нашими корреспондентами незабывными эмоциями от этой подеи. Первое веншавание с затриманием державной узнагороды Наталья отримала от своего сына. У поведомлений ее написал сегодня несколько слов, но таких важных для каждой женщины. Ты самая лучшая мама в свете. А уже сегодня до веншавания удолучились и коллеги. Это незабываемо, когда тебе надевает вот эту вот заслуженную награду глава государства, жмет руку и при этом говорит еще теплые слова, немножко похлопывая по плечу. Ну, по-моему, об этом только можно мечтать, тем более в канун 8 марта. Александр Григорьевич вчера сказал, что белорусские женщины – это самые сильные женщины во всем мире. Наталья Ивановна лечит, что медалем за працованные заслуги отзначены поспехи у выхований и навучаний детей и молодей. И лечить гэта заслуга у всякого коллектива. Я думаю о том, чтобы в нашем учреждении те дети, которые обучаются, получили достойное образование. А задача всего коллектива – сделать так, чтобы наша страна увидела в своих рядах будущих подготовленных рабочих. У Могилевским индустриальным колледже створно два отделения – профессии химичного профиля и легкой промысловости. Например, тут рыхтуют слесторов, лаборантов химичного анализу, шварчак, цырульников, майстров по маникюру и гэтак далей. И им кнутся капы гэта были работники высокой квалификации. Я поступила в этот колледж, потому что всегда мечтала стать парикмахером и делать людей красивыми. Преподаватели и мастера производственного обучения передают нам свой опыт и знания и помогают нам стать настоящими профессионалами. Головная мета, якую ставить перед собой выкладческий коллектив колледжа – гэта максимальна практика ориентованный процесс навучания. Бо гэта допомагает рыхтовать высококвалификованные кадры для экономики Беларуси. Алина Бабарикова, Віталя Ляксейнка, Новины Региона. Могилевские активистки, представницы Беларусского союза Жаншин, спешаются подзялиться у своих коллективах урадженными от сустрэши с керувником державы. Для многих эта сустрэша стала саправдным подарунком до свята. Я приехала очень воодушевленная. Во-первых, масштабом увиденного 600 женщин из разных уголков Беларуси с таким потенциалом, с такими проектами. Это очень вдохновляет, что в Беларуси столько женщин, занимающих активную лидерскую позицию. Очень вызывает доверие такое общение, когда я вижу, что женщины могут задавать любые вопросы. И наш президент, он так открыто, честно, через свою историю. Мне очень понравилось, что он приводит в пример свою историю, свою жизнь. И это очень сближает. У меня масса впечатлений. Они все внутри меня. Хотелось бы отметить, что наш президент, глава государства, умный, ответственный, целеустремленный, позитивный человек, который относится к проблемам каждой женщины очень внимательно. И рассматривает все проблемы, независимо от того, с чем они пришли, очень скрупулезно и ответственно. Глава государства был откровенен, был настолько доступен, как никакой политический деятель. Конечно, не осталось и без внимания поручений и задач, которые в том числе нашему общественному объединению были поставлены. Я думаю, что они все прекрасно вписываются в все то, что мы делали до того. Только продолжить еще усилить свою работу и, конечно, сделать то, что должна сделать самая настоящая женщина, как сказал глава государства. Мы должны дать возможность нашей стране развиваться только в хорошем смысле этого слова. Мир, чтобы был на нашей земле. Это в большей степени зависит, конечно же, от женщин. Когда встреча закончилась, и глава государства вышел из зала, звучали аплодисменты. Уже глава государства ушел, а мы еще громко аплодировали. А потом появились слезы. Почему? Почему? Что расстрогало женщин? Искренне серьезный разговор? Открытый разговор? Честный? Такой вот, ну, для нас необходимый в этот момент? Наверное, да. Преоритетная задача на пятигодку сферы инвестиций в реальную экономику. Это реализация проекта в межах доручения керонника державы «Адзин регион, адзин проект». Сегодня это 31 инвестпроект, выключено вытворший с керованостей объемом больше за миллиард рублей. Старшиня обл. выконкам Анатолий Сашенко на встрече с активом региона подкреслил, насколько важны эти проекты, которые позволяют створать не меньше за полторы тысячи новых працонных мест. У Кировской селе это запустить вытворчность «Бульбы Фры». По культу ты где будовля, а леп раз не кальки месяцев будет працовать цех. Долго думали, чем заняться. И после того, как анонсировали список импортозамещающих продукции, долго прорабатывали этот список. И вышли на то, что картофель Фры по полуфабрикатам заморожены. Мы весь экспортировали. Поэтому решили попробовать, так как сырье доступное для этого производства у нас есть в Беларуси. Поэтому решили начать этот проект. Уладимир Жихар Кировска – инженер-механик по адукации. Открыл автосервис и займался так само древопрацовкой. Однако предприниматель выросил, что теперь «Бульба Фры» больше запотрабована за драунину. С допомогой районных уладов керавник предприемства распрацевал бизнес-план и отрымал по льготной линии банковский кредит. Закуплено обсталевание. Холодильники «Айчинный вытворчасти». Линия российская. Вядомо, что для «Бульбы Фры» потребны специальные гатунки. Але их сёння можно знайсти у господарках Могиловской области. Да и по суседству. У «Рассвете» имя Орловского. Гатунность кировского проекта – 70%. И он даст два десятки новых працовных мест. Открыть тё по пяре дни плануются в мае. Я сам родом отсюда. Поэтому мне хотелось бы, чтобы здесь наш район развивался. И были рабочие места. И только шли вперёд. Кировские улады зацекавлены у развития малого бизнеса и предпринимательства. У районных этой сферы развивается по скоранными темпами. Летесь у реальным секторе экономики у стады реализации. Были 14 проектов с объёмом финансования больше за 15 миллионов рублей. Шесть из них поспехово завершены. При нам все швачная вытворчасть. На 30 новых працовных мест. Что хочу сказать про экономику района. В 2023 году все предприятия региона сработали с прибылью. Убыточных организаций у нас в районе нет. Также наблюдается увеличение выручки как на работающего, так и в целом выручки по всем организациям. Кировский райвыконкам запрошает до себя предпринимальных людей с бизнес-идеями. И обещает слушным поддержку. Сергей Пеклин, Илона Иванова, Юрий Аулаццов и Виталья Алексеенко. Новины региона. У субботу 9-го соковика будет организована промая телефонная линия с наместником совершенно могилевского облаконка Марусланом Страхаром. Нагадаем представники областной вертикали на промой линии с насильницом каждую другую субботу месяца. Представник областной улады будет принимать звороты с 9 до 12 годин. Потелефоновать до его с питаниями и пропоновыми можно по номеру 50 18 69 в Могилеве. Кроме этого, промая телефонная линия с насильницом традиционно в субботу пройдут во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Клуб активного доугалеця «Клопот» створен на базе Могилевской областной организации белорусского товариства «Червоного крыжа». На передний день отбылся установчий сход, на яким затверждена назва клуба и обранный его керавник. Активисты наметили план деяния на ближайший час. Деяность клуба «Клопот» будет накеравана на заховании активного доугалеця пожилых людей, створении умов для их самореализации у творчества и социального жития города и в области. Я думаю, что он найдет интерес и отклик у населения, потому что пожилых людей достаточно много. Есть люди, которым интересно вышеуказанное направление, поэтому мы всегда будем рады видеть у себя этих пожилых людей, особенно с новыми идеями, с новыми подходами, для того, чтобы действительно наш клуб сделал лучшей и более полной жизнь людей старшего возраста. И мы очень рады этому событию, что мы можем здесь встречаться, мы можем здесь обмениваться мнением, мы можем здесь улучшать друг другу настроение, заниматься сберегающими технологиями, продлевать свою жизнь, делать ее творческой, интересной, созидательной не только во благо себе, своей семье, но и всем окружающим людям и нашему родному, любимому Красному Кресту. И про надворье маловоблачное и безопадка у прогнозуяциноптики на шассвер. По прогнозу, будет слабый ветер, у ночи минус 4, минус 9, у день от 2 до 7 со знаком плюс. По информации Аблгидромета, в область повышенных атмосферных отисков протягнив изначать надворье в ближайшие дни. Восьмого соковика, по прогнозу, похолодая, у ночи махчимы морозы до минус 10 градусов, у день минус 1, плюс 4. У выходные температура поветра по крыху почне расти. Так само чекается безопадков, ветер слабый, а лепа у ночный. Температурный фон у день у межах 1-6 градусов тепла.